Так, Катя говорит, хочу дворец, но не хочу кейтеринг, как быть? Никак, будет кейтеринг, если это просто дворец, где нет кухни своей собственной, то это будет кейтеринг, в любом случае, никак не быть. А почему вы не хотите кейтеринг? На самом деле, кейтеринг компании настолько адекватный, и я могу сказать, что некоторые кейтеринговые компании, у них подача даже круче, чем в некоторых ресторанах. Мне тут недавно приезжала одна кейтеринговая компания на переговоры, на презентацию своих услуг, и вы знаете, для меня просто это было открытие, когда кейтеринговая компания мне говорит, вот вы знаете, у нас новая стратегия подачи блюд, вот если раньше блюдо убирали со столов, чтобы сфотографировать декор, потому что декор красиво, а когда ставят салаты с верхом рядом с теми же цветами, ну уже как-то не очень красиво, поэтому многие организаторы просят сфотографировать декор до выноса блюд. Я говорю, ну да-да-да, в общем, мы так и делаем, действительно, это правда. Они говорят, а у нас немножко другая стратегия, мы подбираем блюдо под декор, и вот они начинают показывать презентацию, где мелкопорезанная рыбочка, знаете, такая там полупрозрачная, там беленького цвета, которая подходит под шикарнейший просто декор белоснежный, или где там декор какой-нибудь яркий, какой-нибудь бордовый, вот лежит тарелка фруктовая, на этой тарелке там выложены всякие экзотические фрукты тайские, выложен там гранат потрясающий, ты смотришь, думаешь, обалдеть, это реально с едой выглядит просто даже круче, чем без еды, что это хочется действительно сфотографировать с едой. Поэтому я бы не была так категорично настроена к кейтеринговым компаниям, очень многие кейтеринговые компании сейчас развиваются, идут в ногу со временем, и вот я говорю, приехала ко мне эта кейтеринговая компания, и просто я говорю, слушайте, ну это круто, это действительно круто, и скажу больше, если зайдете ко мне ВКонтакте в альбом, в один из альбомов у меня, ну в общем, в моей группе Ирина Корнева, свадебная агентство Ирины Корневой, там есть свадьба в стиле импрессионизм, кстати, я начну, наверное, завтра выкладывать эту свадьбу у себя в Инстаграм, тут как-то я забывала выкладывать свадьбу, вот, и там настолько была красивая кейтеринговая подача, что мы никогда не фотографируем еду обычно, для нас это в принципе табу, какая еда, о чем вы говорите, ребята, еда, чтобы есть, а не чтобы ее фотографировать, это не наша история, но настолько была красивая подача кейтерингового фуршета на кейтерингом, что фотограф не удержался, сфотографировал, а я не удержалась и выложила эту фотографию в альбом к нам, потому что, ну действительно красиво, подача на деревянной доске, определенные там вот эти вот канапешечки с прищепками с этими деревянными, настолько все красиво, все гармонично, все вот ладненько и складненько, что хочется не только скушать это, а хочется еще и посмотреть, и глазами посмотреть на это, поэтому зря вы так настроены против кейтеринговой бани, есть очень-очень хороший вариант.